Вчера, 19 января, глава района Заурха Мирзов провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории района. Главной темой совещания стала выработка мер, направленных на ограничение распространения омикрон, штамма COVID-19. Следует отметить, что в Адыгее зафиксированы два случая заражения омикроном. Чтобы избежать распространения болезни на территории района, необходимо усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий, подчеркнул Заурха Мирзов. Соблюдение норов Роспотребнадзора и работа административной комиссии. Так что соблюдение масочного режима буквально во всех организациях, не важно какой сферы. Бюджетные организации или это возрасчетные организации, не важно. Обязательное соблюдение масочного режима. Дальше волонтерское движение. Клава поселения, вот это самая серьезная тема, я считаю. Вот с сегодняшнего дня давайте со всех сельских поселений список волонтеров. Наша с вами задача вовремя и качественно доставлять эти препараты. Основная работа ляжет именно на сельские поселения и от их работы будет практически зависеть очень многое и все. Смотрите, болезнь очень-очень заразная. Я уже говорил, что один человек может заразить до 100 тысяч. Там очень и очень быстро распространяется. Главный врач Центральной районной больницы Зооби Хашев подробно рассказал об основных признаках и особенностях нового штамма. Появление новых штаммов – это не сенсация для неравоченных. Это совершенно ожидаемый и естественный процесс. И так протекает буквально все вирусные инферции. Естественно, к этим новым штаммам должно быть внимание очень пристальное. Они должны, и свойства их, должны очень хорошо и быстро изучаться, чтобы иметь представление, с чем имеем дело в очередной раз. Отличие недавно в том, что вот если предыдущий вирус, предыдущий штамм, известный нам мутантный, Дельта, он от исходного нулевого варианта отличался тем, что имел свою трансмиссивность, способность заражать, передаваться от человека в четыре раза выше исходного варианта и давал большую нагрузку на организм, давал большее число осложнений и тяжелых форм. То омикрон, он распространяется еще в четыре раза быстрее, то есть уже такая прогрессия этого свойства. А его патогенность и способность давать тяжелые формы на самом деле ниже, действительно ниже. Но это на отрасывание должно, потому что значительный рост числа заболевших будет все равно давать определенный процент. И учитывая, что у нас среди населения значительное число, количество пожилых, возрастных, имеющих хронические заболевания, тот же диабет или вот особенно онкология тоже, то попадая в семью, там где формируется семейный очаг, если раньше можно было рассчитывать, что может быть не в сечении семьи заболеет, то есть сейчас практика это подтверждает. При ее формировании очага семейного болезни, вот заболеваемость стопроцентная. Ну и если у нас много пожилых, больных, ослабленных, то среди них можно ожидать все равно, пускай на омикрон, тяжелых хронов. Поэтому не случайно принято решение будет развернут ковидный госпитал. Это такая вынужденная мера, тяжелый, ну вот такой шаг, чтобы организовать прибор к себе инфекциям. По омикрону самое главное, что мы должны знать, защититься от него крайне сложно. Трансмиссивность очень высотая. Он как радиация по своей проникающей способности, условно можно рассказать, масочный режим, все эти мероприятия по дистанциям и другие вещи, направленные на противно-дистанцию, они от этого еще актуальнее становятся, еще осторожнее население, когда все нужно это соблюдать. Уже штамм дельта это проявил, а омикрон это просто дальнейшее развитие этой тенденции. Растет число бессимптомных форм, растет число бессимптомных и малосимптомных форм, бестемпературных, бескошливых, без, соответственно, поражения, существенного поражения нижних дыхательных путей, то есть мелких. Обоняние может не утрачиваться совершенно и не меняться. Обоняние вкусовые ощущения. И практически здоровый человек, который себя чувствует как всегда. У нас в таких случаях уже растет уже статистика. Анализ будет появляться. Вдруг независимый анализ появляет, и это уже диагностика заболевания. Поэтому ориентироваться на какие-то симптомы, если симптомы появились, лихорадка, пускай даже умеренная, какие-то кашель, золожность носа и так далее, и на течение, это повод сразу и немедленно обращаться к медицинской помощи. А отсутствие симптомов или малой выгодности не является признаком таким. Самое главное знать, был контакт или нет. Ну а если мы находимся на улице, работаем в коллективе, перемещаемся среди населения, то будьте уверены, вы контактируете, каждый из вас. Вакцинация защищает от развития болезней. То есть в организм попадает, в человеческий организм попадает вирус, но он сталкивается с подготовленной иммунной системой, с наличием серьезного типа антитела. И вирус, он уступает в этой любви, с этими телами. Человек переносит, наиболее часто переносит в легкой бессимптомной форме. Собственно говоря, это даже не болезнь, а корректированное насилиество, которое большинство от смирения даже не ощущает. И если заболевание все-таки развивается, то оно в легкой форме протекает. Человек получается защищен не от заражения, а от тяжелой формы болезни. И вот я вам скажу, коллеги, мы имеем ежедневную информацию, например, в республике, и сейчас обязательно идет указание по факту наступления смерти в госпитале, в едином случае на дому, человек был вакцинирован или нет. Я вижу, что это за 10 дней ежедневно, и я вижу, что практически всегда, когда наступила смерть, имеется указание не вакцинирован. В ходе заседания главой района были даны следующие поручения. Возобновить строгий контроль за соблюдением ограничительных мероприятий на предприятиях и организациях, независимо от форм собственности. В случае принятия решения о введении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, организовать работу по возобновлению деятельности волонтерского движения по доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных средств. Усилить контроль за соблюдением торговыми организациями, рынками, ярмарками, местами уличной торговли, стандартов, разработанных Роспотребнадзором. Также разработать алгоритм действий по предоставлению лечебным учреждениям и волонтерам в случае необходимости транспортных средств для выполнения своих обязанностей. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям рассмотреть вопрос о введении в организации удаленного режима работы до 30% сотрудников, если это не нарушает функционирование организации. Также внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий. В завершении Заур Хамирзов отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации, ну и, конечно же, в тесном сотрудничестве всех заинтересованных структур.